всем привет хотела значит я выйти сегодня к вам с утра так как сегодня 9 января понедельник закончились каникулы началась рабочая неделя думаю я начну свою рабочую неделю хватит уже пролеживать в кровати но в итоге выхожу к вам в три часа дня вот в таком виде потому что вот этот вот дружочек пирожочек опять внес свои коррективы мои планы только встали он проснулся в 4 утра до 7 он вообще не спал а потом спал знаете так перерывом ребенок снова не наедается сейчас я дала ему 90 миллилитров смеси нутрилон комфорт у нас и он уснул а так он вообще не спал на мне патчи от faberlic сейчас я вам покажу эту баночку вот эти патчи от faberlic это единственное мое спасение потому что синяки под глазами у меня нереальные ваню я ночью вообще не бужу знаю что ему на работу встаю сама примерно 3-4 раза я встаю за ночь у нас не та история когда ребенок спит как у некоторых с вечера до утра рассказать вам про праздники которые прошли мой день рождения до который был 28 декабря я получила свой долгожданный подарочек у меня руки трясутся он как будто меньше чем мой мой этот так кажется меньше хорошенький какой ты хорошенький такую пижамку у меня сестра подарила с масочкой для глаз на день рождение сначала с q привезли она оказалась мне маленькой и дочка съездила поменяла на м видимо я растолстела после родов классная такая приятная к телу несмотря на то что я ношу только чисто все из хлопка она очень приятная к телу там сережа спит под одеялко нам приходила подруга вани давняя они дружат вместе с колледжа она профессиональный фотограф и она нам на рождение малыша подарила фотосессию и мы просто фоткались болтали пили чай с тортиком обалденное вообще ваня тоже заказал а новый год чуть-чуть я поплакала плакала я вам инстаграме показывала ваня не был дома он работал просыпается пирожочек 9 но зато мы потом первые новая звании вдвоем отметили 22017 еще пришли гости родственники мои и мы с ними еще посидели в игры всякие поиграли в общем нормально а сегодня приезжают мои девчонки, они ездили на родину к папе, к бабушке, к дедушке по линии папы. И они все лето, ну, на летних каникулах обычно там отдыхают, и на зимние каникулы я их туда отправляю. Вот, и мама бывшего мужа купила подарочек для Сережи, какой-то костюмчик, вот сейчас должна передать. И у нас уважительные отношения. Казалось бы, Сережа им вообще никто, но все же они посчитали нужным поздравить нас. И я тоже на новогодний стол передала им набор капкейков. Такое, знаете, как новогодний комплимент к новогоднему столу. Шла, в общем, я делать дела. Чуть позже хочу вам еще показать наш новый диванчик, который нам привезли, и показать уголочек наш детский, как мы оборудовали. И как раз вон Сережа просыпается. Ой, пирожочек мой, пирожочек сладенький такой, такой сладенький. Вот как это все выглядит. Наша кровать, а там детский уголок. Кровать мы теперь никогда не заправляем, потому что мы тут по полдня с Сережей валяемся. Сейчас так покажу вам, как это со стороны все выглядит. Новый диванчик наш мини-мини, совсем прям такой крошечный. Он не на заказ, то есть это его стандартный размер, и он идеально просто вписался в наш уголочек. Вот такие вот деревянные ножки, все как мы любим. То есть сюда сел, покормил ребенка, положил в кроватку. Когда Сережа вырастет, мы будем на этом диванчике сказки читать. Вот. Лошадка. Это лошадка Алены. 17 лет назад я Алене подарила ее на годовасе. Помню, со стипендии купила. На то время эта лошадка стоила 2000 рублей. Представляете, я как раз примерно столько получала стипендию. Что тут у нас еще? Вот такой новый ночник. Покажу сейчас, как он работает. Ну и все. Вот так. А теперь я хочу показать вам фишку вообще нашу. Бедный слон там летает уже месяц. Смотрите, я выключаю свет. Второй свет. Нажимаю кнопочку. Ой, гирлянда включилась. У меня вот такая кнопочка в руках. Вот гирлянду, значит, мы выключаем. И в чем фишка? Вот этот ночник, он разделил зону, видите? Вот так вот. Здесь теперь темно, то есть кто находится, например, в кровати, а там светло. Вот так это выглядит. Такой ночник прикольный. Сама лампочка. Это голова. Ножки. То есть человечек качается, как будто на качельке. Вот так. Ручки, все двигается. Ножки, как хотите, можете поставить. Вот. Но самое крутое, что мне тут нравится, это диванчик. Я просто балдею от него. Немножко в цвет не попали, но ничего страшного. Так даже прикольнее. Еще в этом блоге хочу затронуть тему одну. Вообще мое материнство. Как оно? Легко мне? Тяжело? В инстаграме я часто получаю такие вопросы. Тяжело ли мне? Так как я мама в третий раз. Казалось бы, а третий ребенок, что там уже все знаешь. Нет, на самом деле все не так. Тяжело. Постоянно время не стоит на месте. Постоянно что-то меняется. Тем более первые девчонки у меня родились, получается, одна 17 лет назад, вторая 11 лет назад. Немало времени прошло. И, естественно, многое забывается. С какими проблемами вообще я столкнулась? Во-первых, вы все помните, как я боялась рожать. То есть я все время жаловалась, что я очень боюсь. Знаете, что я читала разные сборники, что я смотрела видео, обращалась к специалистам, прорабатывала свое дыхание. Вообще вот, то есть, как сказать, училась. Сейчас я столкнулась с такими проблемами, как грудное вскармливание. Тоже вы все знаете об этом. Казалось бы, одну дочь выкормила грудью больше двух лет, вторую дочь около года кормила, а с третьим ребенком возникли трудности. Потом колики у малышей. И тоже такая, знаете, достаточно распространенная проблема. Грудничковое плавание очень для меня это такой важный аспект. Я хочу, чтобы ребенок занимался грудничковым плаванием. И сейчас мы уже набираем всегда полную ванну ребенка. Стараемся пробовать плавать в полной ванне. И где я нахожу ответы вообще на все эти вопросы? Я приобрела себе сборник и в нем нашла все ответы на свои интересующие вопросы. И читая этот сборник, я столько для себя тоже нового открываю. Например, как видит грудничок. Так смотришь на него, кажется, да, он все прекрасно видит, всех узнает. На самом деле нет. Там прям расписано, как он видит, картиночки представлены. И потом, опять же, как правильно прикладывать груди. Тоже в этом сборнике я нашла ответ. Все разбито на гайды и чек-листы. Вот так выглядит сборник в электронном виде. Он так и называется. Мега-сборник. В нем масса информации о беременности и родах. И о материнстве до года. Заходим в папку. Важные нюансы ухода за младенцем. Тут у нас и про режим, правила ввода при корме, решение проблем со сном у ребенка. Вот как раз как видят груднички, карточки, которые я распечатала. Масса разной информации. И много интересного написано про как раз грудничковое плавание. Мы как раз хотим на плавание отдать. Вот такая папка про эти нюансы. На 19 страничек тут информации. Вот мне еще очень понравились игры с сенсорными коробочками. Я применяю часто эти игры в детском саду. Очень интересные. Все расписано. Вот еще одна папка. Советы при грудном вскармливании для мам. В этой папке я нашла вообще ответы на все свои вопросы. Тут что делать, если ребенок висит на груди. Вообще полностью про грудное вскармливание. И даже бонусом про смесь. То есть как ее вводить. Как правильно выбрать. Очень много информации. Вот еще покажу вам такую интересную. Пять игр с коробочками. Можно самим все изготовить. Дети просто обожают такие игры. Крышечки. Видите, как сортер. В общем, долго можно рассказывать про этот сборник. И информации очень-очень много. Не зря он называется мегасборник. Давайте еще посмотрим вот эту папку во время беременности. Вот, важные моменты в родах. Тут и про предвестники, и про тренировочные схватки. Про сами роды. Про эпидуральную анестезию. Тоже все очень подробно расписано. Даже про кесарево сечение здесь есть информация. Вот еще тоже интересная папочка. Что брать с собой в роддом? Тоже подробно все расписано. Что брать в родовое отделение, в послеродовое. Что брать на выписку. То есть не надо уже нигде больше искать информацию. Все в одном сборнике. Да, бонусом тут еще и карточки Домана. Потом детские песенки. Тут сборник тоже не надо уже ничего искать. Вот они. Знаете, словно такая книжка-инструкция со всеми ответами на вопрос. Я не стала себе ее распечатывать. Мне удобнее, например, в электронном виде. Где бы я ни была, я раз быстренько открыла, все почитала. Там все по папочкам. Очень удобно. Единственное, я распечатала себе карточки. Это понятно. Ребенку с телефона показывать не будешь. Карточки я для себя распечатывала. Я вам даже показывала их тоже в сторис в инстаграме. В общем, такой, знаете, сборник. Прям палочка-выручалочка. Лично от себя я вам его рекомендую. Сборник в электронном виде, как я уже сказала. По моей ссылке, которую я оставлю под видео. Можно приобрести этот сборник со скидкой 50%. Ну, а я с вами прощаюсь. Пошла читать, изучать информацию дальше. И в последующих влогах буду с вами делиться своим опытом материнства. Все. Пока-пока.